МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более, Вадим, зайдитесь. Давайте начинаем. Болтоны. Сразу несколько маленьких интересных моментов. Мы сейчас начинаем клевую секцию. Можно забыть про всякий петон. Слабиться, откинуться в кресле. Все накушались, я тоже. Я вас понимаю, поэтому. Не подрабатывайте слишком много вашего времени. Не слишком вас утомлю, я надеюсь. Ровно одна маленькая проблема. Презентация будет на английском, но это не значит, что я буду говорить на английском. Не дождетесь. Кто может читать, читайте. Кому не видно, тот услышит. Итак. Маршрут? Маршрут? Нет, нет, нет никаких шуток. Итак. Тема доклада следующая. Я хочу поговорить об андроидных геоприложениях. Не знаю, как это по-русски. Грубо говоря, все помнят, наверное, замечательную вещь. Да, да, да. Про одного замечательного американского пародиста, который начинал свое выступление с фразы «А в советской России?» и переставлял местами слова. Получалось как бы смешно. Но я выбрал это затем для своего деклара. Немножко о себе. Я работаю в Томтеке уже два года. Сфера моих интересов в том числе включает и разработку мобильных приложений. В частности, очень сильно завязана с картографическими и так или иначе ориентированным на знание вашего местоположения приложений. Я фанат гео-айпи, мапс-айпи и так далее в различном виде. И, собственно, немножечко про это и также просто про деньги поговорим сегодня. Итак, немножко вступления. Мой любимый картографический ряд. Карта может быть очень древней. Может быть не очень точная. Она может быть картой в вашей игре. И, конечно, карта может быть отражением реального мира. Но это лишь часть. Это то, что лежит на поверхности. И первое, что приходит в голову людям, когда они заговаривают о неких геоориентированных приложениях. Давайте запилим карту в наше приложение и буквально внести на перемен. И вот такой разговор. И все пойдет круто. У нас пользуются и начнут оставаться, видимо, чаще. Реклам будем показывать поверх Нью-Йорка. Ну, или что-то в этом будет. Стоит отметить, что тип этих приложений немножко шире, чем просто приложение с картой. Это тип, в котором карта только одна маленькая опция. Это не только простой граббинг ваших координат и отсыл куда-то в Аль-Бэй или еще что-то. Это некий локально ориентированный контекст в вашем приложении. То есть, почувствуйте этот момент. В нем может быть никаких ваших географических картах. Это может быть вообще приложение для навигации по вашему дому. Может быть от туалета, от кухни или от кровати, с другой кровати. Неважно. Важно, что вы перемещаетесь в реальном мире. И вот эта связь с реальным миром – это самое прочее, что есть во всех этих приложениях. Также стоит отметить, что самый лучший импульс для развития подобных приложений – это, конечно же, мобилочки. Без мобилочек все это было не очень интересно. Я думаю, многие еще помнят такие телефонные справочники Омска или там дубльгиз Караганды. Ну, только не дубльгиз. В общем, я видел такие замечательные приложения, но все они были и пользуются большой популярностью. Реклама там его показывает сложно. Делать что-то интересное с пользователем, кроме удовлетворения его 7-минутной потребности, тоже. Хочется отметить несколько очень важных критических точек, которые нужно вам пройти до того, как вы примете это безответственное решение. Делать ваше вместо игрушки, например, делать какое-то приложение с выходом в реальный мир. Первая критическая точка – это приложение о контенте. У вас, скорее всего, будет много контента. Либо вы его будете раздавать, либо вы его будете собирать. Но вам придется иметь дело с контентом. Скорее всего, нужно будет думать о хранениях. Если вам не нужен весь этот геморрой с контентом, то лучше не начинайте. Следующий вопрос. Очень важный. Это привертура очень важная. ДРМ. Многие с ней сталкивались. Есть миллион демотиваторов. Это тоже слабенький демотиватор на эту тему. Это вопрос авторского права в самом широком смысле. Как только перед вами сидит вопрос управления контентом, перед вами начинается вопрос управления правами на него. Вам нужно определиться в своем… Не то, чтобы определиться и уйти. Определиться в своем отношении к этому вопросу. Вы на какой стороне парика? На стороне друзей, которые защищают везде на свете свои авторские права или по другую сторону? Если вы на стороне, там, где все все защищают, вам нужно думать о библиотечках, софтах и так далее, которые будут ваш локальный контент каким-то образом защищать. Кому-то не показывать чей-то контент хранить. Это важная вещь. На самом деле, про нее следует помнить, прежде чем начинать. И очень вкусная вещь, ради которой многие начинают выходить в реал, это вычисление каких-то аудиторий, которым можно что-то классно показывать. На самом деле, угадывать желание. В частности, реклама. Хотя не обязательно реклама, можете показать действительно полезные вещи. Но одной из реальных целей таргетирования является разбитие, например, не по полу и возрасту, а, например, по сфере проживания. Ничто иное не влияет так на ваше потребление, как наличие рядом пятерочки или отсутствие. Источники данных. Про них хочется отдельно поговорить. Тут на картинке, может быть, плохо видно, но я расскажу об основных источниках данных, о вашем местоположении. Их на самом деле много. Это больше, чем в GPS или... Может быть, у кого-то есть в мобильнике GLONASS? Какой-нибудь есть? В айфонах уже есть. У меня очень старый Samsung, у меня GLONASS нет, но вы включите в будущем. Но я бы им отдавал свои данные. Очень важно помнить о том, что у нас есть SOTы, или там пышки, связи, которые имеют свои Cell ID и очень быстро могут по вашим телефонным звонкам говорить, рядом с какой вы находитесь в телефонной станции. Это позволяет намного быстрее порой, чем ждать, пока все спутники на орбиту выстроятся, чтобы найти у вас любимого, получить какие-то данные. Это ориентирование по Wi-Fi сетям. На самом деле, еще множество гибридных способов между этими тремя базами. Немного хочется сказать о параллельной сфере. Ваше приложение может быть немножко не географическим, но слегка location-based service, что называется. Дело в чем? Дело в том, что вы можете так или иначе использовать эти данные для того, чтобы ваше приложение просто стало дружелюбным к разным людям. Ну, та самая ориендация на аудиторию. Тем не менее, это отдельный класс. И есть несколько способов самых простых, как находить ваше местоположение именно в location-based service без JBS. Как я уже сказал, самый простой – это поиск вашего, в вашей локале по IT-чинку станции или соте. Потом, например, такие экстравагантные способы, но тем не менее популярные – это, например, вычисление в неком специализированном софте, который грабит эти данные, вычисление, например, времени какого-нибудь задержки, прибытия сигнала откуда-нибудь. Скорость света у нас постоянно, сдержки на серверах тоже. Можно как-то что-то вычислять. Есть разные метрики. Одна из них – TOA, а вторая – OTD. Они в чем-то похожи. Они не работают с неким временем, с некими временными интервалами. Это позволяет, на самом деле, вас очень хорошо напоминать. Это напоминает, скажем так, глухоту эха звука, которая от вас доносится. Есть замечательная вещь – гибридный алгоритм AGPS. Важный момент, представьте себе, что вы берете такой холодный смартфон, достали его из холодильника, он ничего не знает о том, когда его увезли, у него были связаны глаза, и вы пытаетесь изменить свое местоположение. Это непросто. Там происходит очень много прелюдий на эту тему, чтобы начать, наконец-то, найти нужные спутники, решить некую оптимизационную задачу, с которой вам нужно выдать этот сигнал. Глонас работает одним способом, GPS по-другому. Мы предлагаем ему начать с некого начального приближенного решения, чтобы быстро прийти к оптимуму. А GPS говорит, давай я возьму с LED-кой ближайшей станции своего последнего телефонного звонка. Там есть разные метрики, есть некий маршрут твой, который устаревает с некой вероятностью. Если ты уже давно не разговаривал, ну, чуть-чуть сложнее, но найдут SMS или еще что-нибудь. Когда вы ставите подобный софт на своей мобилке, он обычно требует permission, например, Android, для доступа как раз к вашим SMS и телефонным звонком. Почему? Почему вообще это имеет право на жизнь? Все очень просто. Для девайса безумно важно, что GPS живет в вашем батарею со страшной скоростью. Даже если вы включили суперэкономный режим, он выключается и так далее, наград включения-выключения требует много, происходит сброс маршрута, много новых прелюдий при подключении и так далее. GPS работает некорректно. Например, я зайду в континент, он большой, я внутреннего пройду, где-то выйду. Местоположение может отличаться почти на километр. Километр не та точность, с которой хочется работать. А еще очень важно. Люди, они, ну, есть, конечно, отдельные особи, которые все время работают с включенным GPS под Android, но у них обычно быстро это время заканчивается. Люди же звонят намного чаще, как-то взаимодействуют по телефону, это просто простая статистика. То есть, взбивают свое местоположение по сотовым станциям тоже намного чаще, нежели включают GPS. Таким образом, настоящий ваш трек, это ваш телефонный разговор. Поэтому, все location-based сервисы не любят GPS и любят грабить вашу работу. Снова вернемся к карте. Хочется поговорить о уже законченных картографических продуктах, используя которые, вы как бы можете легко взлететь к небесам. Ну или нет. О чем я буду рассказывать? Простите меня за дерзь, я пытался сделать омскую идиому на английском. Нараздо я помню. Я поговорю об основных Android SDK или Maps SDK, но я сейчас буду говорить конкретно об Android и все недостатки или плюсы будут относиться именно к ним. Как обычно, наше популярное Trio и Bing. Мне хочется поговорить о тех возможностях, которые, на мой взгляд, должны быть. Если вы захотите прилипсать собственность SDK для каких-нибудь карт под Android, это там должно быть. Это очевидно. Там, безусловно, должны быть нормальные контролы. Вы, конечно, можете использовать чьи-то контролы, но, скорее всего, кто-то скажет, блин, почему на твоей карте угловые контролы или Яндекс.СП? То есть, лучше так не делать, лучше заморочиться с дизайном, сделать парочку перспективных компонентов. Это геокозинг, прямой, так и обратный. То есть, вам нужно заморочиться, скорее всего, с поддержкой какого-то сервиса, который будет по адресу входить координаты, по координатам адреса. Это, конечно же, роут. Это тоже увлечет нехилые вычислительные затраты. То есть, вы можете убрать роут из своего СДК, или, возможно, даже сходу от сервиса получать, но ваша популярность резко снизится на рынке. Это возможность накладывания блинчей, какого-то слоев на вашу карту. Слой за слоем мы делаем ваше приложение все богаче и богаче. Скорее всего, вся ваша активити будет в одном из таких слоев. Если в ваш СДК есть такие, под Android, например, собственные самозапилы, которые поддерживают только один основной слой, в которой гуляются все объекты, ну, есть огромная проблема с перерисовкой, перезагрузкой. Они тормозные, неплавные и ужасные. Это, конечно, наличие мобильной версии вашего СДК. И, что очень важно, поддержка жестов. Я, к примеру, на Chromebook Pixel в котором стоит Chrome OS, я безумно отображаю, что у некоторых картографических продуктов у меня же есть. Он же должен понять, что я в Chrome не могу состыкать, только Google соображает, что можно накинуть простые жесты. Но это мы говорим проверку. Представляете, уже на мобильном девайсе вы сделали СДК, который реагирует только на Control плюс-минус, оно даже не передвигает карты. Такие тоже есть. Да. Например, Nokia Moms, Java 5 есть. Ну, это, к примеру, их пытаются портировать, у них есть проблемы. И это уже опциональная фича, на самом деле, это если вы совсем заморочились, вы откуда-то из других мест или из себе подобных приложений надрали данные, вы можете поддерживать даже показ пробок или вектора скоростей на каких-то дорогах, но это не обязательно. Не всем это нужно. Так. Самый популярный здесь, это, конечно же, Google Maps. Это одна большая фича перед всеми конкурентами. Они дошли до второй версии. Они упустили вторую версию, безумно похожую на Дубльгиз. То есть, это очень простой способ строить что-то похожее на Дубльгиз в ваше мобильное приложение. Тот самый Дубльгиз из компа. Это очень здорово. Это, безусловно, классная поддержка жестов, и они будут продолжать расширяться, но нативность, она есть нативность. Они этот Android забили, они все знают про жесты, может, в этом дело. Безусловно, это лучшая документация на свете, которую я видел. Я много документаций читал, тем более картографических. Но тут реально, наверное, найду технического писателя. Он сам, наверное, даже собрал свои примеры. Если не работают с документацией, это неожиданно. Есть отдельная птича. Мне сложно сказать, насколько она хорошо поддерживается в остальных, но есть тот же, что не как. Это HitMap. Это вот на юге Австралии тепловая карта. Этот слой есть во многих веках, но тут очень важно понимать, люди визуалы, чем больше визуальных фишечек вы поддерживаете, а человек уже взял, например, на девайсе, хочет посмотреть, трогать и греться от него, либо вы сами пилите какой-то свой собственный HitMap, либо вы пользуетесь уже готовы. Я очень, я больше поклонник этой фичи, я ее очень часто использую, мне она очень нравится. И кластеризация меток. Не везде она происходит хорошо, а кое-где она вообще не происходит. Ну и, конечно, есть отдельный location API, который там стоит немножко особняком в андроиде, но, тем не менее, так или иначе, интеграция с ним довольно бесшовная, и не нужно искать опять же какие-то примеры, какие-то сложности, не в ту сторону, простите. Есть Яндекс.Мапкит. В отличие от похвалы, которая могла бы прозвучать в сторону Яндекс.Карда, как веб-продукта, в сторону Яндекс.Мапкит такого кивка доброты нельзя сделать. Один из самых больших плюсов это действительно тот же самый картографический продукт, у него хорошее покрытие в России, дожди, хорошее покрытие в России, все нормально переведено, локализовано, отвратно в Европе, несмотря даже на последнее обновление. Он намного лучше выглядит для iOS, что тут говорить. Ребята, видимо, у них есть один разработчик, ему больше нравится iOS. Делать все для него, потом укладывают фичи для андроида. Ну, и то это было последний раз три года назад. Ну, то есть, и потом им вообще все размравилось. С тех пор сделать какое-то приложение Яндекс.Метрика, если зайти в ужаснейший гидхаус-репозиторий, это просто неуважение, я считаю, к андроид-разработчикам, то, что там происходит. Мы закрыли распил этой фичи. Что говорить? Они почему-то не поддерживают прямой геокодинг. То есть, обратный, ну, это просто жесть, в один геокодинг поддерживать, почему вы второй не поддерживаете? То есть, в одну сторону работает, в другую нет. Ну, что клево? Если вы, у Яндекса есть большая проблема с снизенными соглашениями и лимитами, они сами себе не верят, вы этим можете пользоваться. В принципе, вы можете построить по одному ключу, если заморочитесь, довольно, ну, много установок получить ваше приложение, и, в принципе, вы долго не влетите во внутренние лимиты Яндекса, во внутренние их лимиты на серверах. Это здорово. Но, вот, например, на геокодинг, который у них только обратный, ну, есть небольшой лимит, 25 тысяч реквестов в день, ну, не понимаю, что им мешает, покричу ограничиться с остальным, пока нет. Вообще, влететь в лимиты можно, но это если вы, прямо вот, с одной картой будете зачем-то 10 тысяч раз в секунду получать. Ну, это почти невероятный кейс. Ой, я бы здесь тоже, немножко страшно. Намного все лучше или хуже. До недавнего времени все было плохо, на самом деле, с этой библиотекой, вот с Android. Она берет данные из OpenStreetMaps и имеет, естественно, самое лучшее покрытие в мире, иначе я об этом здесь не говорил. Она разрабатывается в коммините, иногда с случайными общими лимитами, которые забрели, форкнулись. Вот, но последние два года назад была стабильная ситуация, что последний коммит был три года назад в Китхарловске репозиторию, в котором все это делается. Какое-то время туда подключились русские товарищи, не только русские товарищи, новая волна в коммините, и я реально вижу много хороших коммитов, наконец-то стали закрываться баги, и вот они до сих пор сидят на версии 1.0. Но и такое ощущение, что они будут вторыми, кто придет финишу со второй версии, поддерживает какие-то классные вещи и так далее. Минусы. Так как это разрабатывается сообществом, у них почти нет сервисов. То есть, если вы хотите отключить роутинг или пробочки, вам придется, может, тянуть откуда-то, но если в вашем кейсе это не важно, то ничего страшного. Что здорово. С OpenStreetMath-овским продуктом, если в сторону немножко уйти, то, по-моему, для iOS в положении можно одной строчкой переключить тайлы, то есть, по сути, тот, который фрический продукт, который все затевается, со стремных iOS-овских карт на нормальный OpenStreetMath-овский, причем выбрав любое тип отображения. Самые популярные фирмы, которые поставляют тайлы, нарезают эти красивые кусочки, это MapQS OpenLayers. Ну, конечно, в чем огромный плюс, вы можете взять андроидский репозиторий, форум-цедневый, полностью контролировать код. Чего делать? С некоторыми вещами очень сложно. Яндексовский сложно дорабатывать, потому что внутри сидят сфиксированные джамбички и как бы... Что такое? Отдельный звереныш в этом семействе это Wings, Wings Maps SDK. Специальность дизайнов для андроида второй версии, потому что с третьей четвертой он падает. Вот это сказано на официальном сайте. В 2011 году они заморочились, сделали, и больше ничего не сделали. Wings-овские карты как бы растут, продолжаются, если вы ориентируетесь на девайсы второй версии в США, вы можете их использовать. Причем, у Bingo есть тоже преимущество. У него действительно лучшие космоснимки в мире. Если вы по какой-то причине хотите делать какую-то игру для старых бабушек, которых внуки отдали на старые девайсы, на самом деле это ваш выбор. Никто лучше вам не позволит очень быстрая и клевая нарезка космоснимков. Они легко передаются минимум трафика. То есть все удовлетворяет вот этому. Поддержка есть геокодинга, обратного геокодинга и роботинга. Если подытожить, если вы разрабатываете подытожить, это не значит, что докладка. Если вы разрабатываете ваш проект для американской компании, в принципе, можно выбрать Bing. И возможно, вы даже пофиксите баги в третьей, четвертом андроидах. Если вы используете транснациональную компанию, конечно, Google Maps без проводов никаких. Если вы делаете русскую компанию, которая работает на пространстве бывшего СССР и ваша цель показывает точки продаж, почему бы нет? Есть готовые примеры Яндекс.Мапкита, они ставятся, работают и мало что нужно менять. Тут дальше небольшая развилочка. Почему-то снова iOS здесь возник, но мне пример очень понравился. Если вы хотите в вашем приложении использовать возможности API одного продукта, а вот картографический продукт другого, ну, в iOS я понял, как это сделать. Я немножко не понял, как в угловой карте, например, подрубить тайлы из OpenStreetMaps, но говорят, что это как-то можно. И самый простой пенсорсный вариант, это вы берете, поркаетесь от Osandroid, потом еще и добавляете другим людям позитива, работать на этом, продукт стабильный, скриншоты нормальные, можно играться. И если вы хотите просто поиграться, это просто старичок, с одной стороны первопроходец почти, Nokia Max разрабатывается еще для Java и ME, вот, и они до сих пор очень похожи на эти же под Android, в общем, можно им тоже играться. Хороший продукт. Немножко о географических технологиях. К сожалению, если вы делаете свое приложение, то вам, к сожалению, никак не избежать этих ужасных познаний по сферической геометрии, о том, что такое широта и долгота, об этой чудной паре, которая еще обычно, кто-то любит описать широту и долготу, как число, ляда миллиона, кто-то любит делать точность после запятой, кто-то любит менять их местами, в разных копиях это по-разному, вам просто нужно будет разобраться всеми этими форматами. Не дай бог, вы будете высчитывать большие расстояния для ваших красивых самолетиков по прямой, в юфидорском пространстве. Есть замечательные простые формулы сферической геометрии, поиск кратчайших гидридзических кривой. Главное, отображайте их тоже правильно. Все мы понимаем, что самолетная прямая, она на карте не прямая. Помним о проекциях. Меркаторская проекция это просто революционный шаг в картографии 16 века. Вот следуйте именем, не подавляйтесь товарищам с первых карт, которые показывают. Математика такая сложная, нужно что-то делать с ней. На самом деле нет, есть простые статьи в Википедии, которые позволяют вам наверстать некоторые байзи, просто не откречивайтесь от них. Но скажу по своему опыту, что искажения, например, если вы делаете сити-ориентированный какой-то сервис, то в районе города это настолько ничтожное искажение, что не стоит иметь. Даже заморачиваться. Вот тогда можно искать расстояние в Клиновом пространстве в Клиновом пространстве. Парец. А вот классная вещь, где не нужно думать про математику, а нужно думать про потоки. Потоки данных, людей и подлаков. Люди. Люди очень разные. У меня есть замечательная карта, непонятно, почему она такая с разной полонностью, это карта соответствующих то ли рас, то ли полов, то ли вероисповеданий у всех маленьких аккаунти, графств, вот эта штука мелкая в штате, она называется графством даже в США, почему-то это наследство дедушки англичан, у них у всех разные предпочтения. Вот эти люди, они все разные. И если вы будете всем предлагать универсальное койло, то скорее всего ваш сервис будет плохо. Если вы вмещаете миллион от пользователей, то для вашего предложения в какой-то момент вы вынуждены будете сначала локализовать его на все языки при помощи Google Translate, если локализовать. Потом, может быть, вы наймете даже профессионального переводчика за 100 рублей в час и он ставит вам предлоги в японский язык, а их там нет. Но он ставит. Это первые шаги, которые стоит делать. А второй момент, вам нужно изучать законодательство, в одних странах можно одно, в других странах можно другое. Тот же картографический продукт. На территории земной поверхности очень много непризнанных стран, вы можете очень крупно влететь, отобразить, например, Курилу ни в той стране. Очень подготовленный репосток. Какой профит из этого получает Google и вообще любая картиническая компания, просто на примере Google Adels? Вообще, вы платите, если у вас классное, популярное коммерческое приложение, вы хотите превысить лимиты, вы покупаете у них какие-то выдвинутые штуки и так далее. Это вот с этими поставщиками. Тут всегда есть такой вопрос со всеми этими сервисами. Можно запилить свое, есть даже пути. Вы можете сами карту рисовать, можете сами поддерживать сервера, геокодинги и так далее. Просто сравнивайте ваши затраты. Вот тут нужно сразу думать о деньгах. Как только вы впрягаетесь начать подключать все сервисы, ваше приложение вроде бы бесплатное, вы его вроде бы сделали дома за вечер, но оно не дай бог стало популярным, а вы не готовы к поиску, например, денег на оплату счетов, так реже бывает, когда случайно разверну на Амазоне приложение, он просто упадет, если у него придет миллион человек. С мобильным приложением они простобируются по-другому. И на вашу Google дилетер-консоль, у которой вы получили ключик, может прийти очень интересный счет. А про это стоят бы мы. И аналогично с другими продуктами. Ну, какие-то продукты просто перестанут отображать карту, например, Яндекс при определенном количестве установок. Также огромный профит получается, если вы ставите некую рекламку. И эта реклама как-то связана с картографической компанией. Картографическая компания может поступать хитрее, она может внедрять рекламу просто в контент картографический или в географический программу дает. Я не удивлюсь, что когда-нибудь будут какие-нибудь рекламные местоположения вам присылаться в GPS. Всему свое время. Ну, и, конечно, самое важное, это время, которое люди тратят в вашем приложении. Оно прекрасно монетизируется, в отличие от всего остального. Про данные. По потоке данных хочется поговорить. Это кажется, что ваш географический продукт, он такой, на слой. Я как раз говорил о важности слои. Слои могут быть и данные совершенно разные. Можно начинать с работы с медиа-контентом. С какими-то геометками. Фоточка с геометкой. Я послушал музыку в этом месте. Здесь я потратил деньги и привязал в каком-то месте. Желательно, чтобы я не сам выбирал, оно как-то автоматически откуда-то выбиралось. Мне, может быть, это не нужно, но, я думаю, многие сталкивались с такими вещами, как быстро заработать в интернете. Редко, кто переходит по ссылке дальше, что там предлагают? Она предлагает заполнить некую анкету поучаствовать в каком-нибудь маркетологическом исследовании. Вы участвуете в этом исследовании, заполняете что-то и вам за это платят деньги. Какой смысл? Дело в том, что вся эта информация агрегируется, посылается, и кто-то выстраивает политику продаж там, где-то далеко наверху. Так вот, я думаю, в скором будущем появятся такие приложения, которые позволят вам правильно управлять вашей информацией на вашем девайсе и так далее и правильно ее продавать. Потому что это и если вы предложите этот способ правильной охранной информации, вы можете сильно выиграть. Второе направление экономическое, на чем я сделал мобильгиз. Это места, адреса, организации, экономическая деятельность, экономический слой деятельности в мире. Он очень важен. Причем это не та, которая просто я иду, мне пришел в баню, прилетел notification, купи вот здесь. Это не об этой информации речь. Речь идет о серьезных людях, которые хотят серьезно тратить деньги, но при этом, например, в чужом городе или в своем. Вики. Вики просто, как пример. На самом деле, огромное количество данных, которые так или иначе рождаются в других опенсорсных сообществах, оно тоже имеет привязку к локали. И оно тоже должно быть корректно показано пользователям. Например, если вики в вашей стране заблокированы, не пытайтесь показать. Тип активити. Location-based сервисы и только по моему пока что окейшен сервисы для андроидов, и с множеством это и другие, теперь уже при помощи датчиков позволяют определять, какой у вас тип активности. Идете вы, едете на велосипеде, в машине и так далее. Как уж это делается, она слишком не должна, волновать гибкий, паттерное движение. Но суть в том, что это позволяет вам понимать, что может быть, пока человек едет на велосипеде, давайте мы не будем его фильмы включать. Или огромную, длинную рекламу. Наверное, он шибанется и не поблагодарит вас. А если он, например, спокойно лежит на диване, то почему бы и нет. И наоборот, может быть, ему нужны другого рода сказки, когда он едет на велосипеде. Это индивидуальные трейки. Ну, про возможную продажу я уже говорил, про то, что они стягиваются с ваших телефонов почти всем, что лазит у вас и имеет доступ к локации, это тоже. Ну и продажи. Про продажи отдельная картинка могла бы быть, но она еще будет. Анализируйте все это. Вы вполне можете начать мой стартап, который всю эту фигню анализирует. Миллион таких стартапов есть, они никогда не кончатся, потому что под разным углом можно все это смотреть. Вы берете позицию и связываете ее с реальной деятельностью. И вот этих связок может быть очень много. Не только те, которые я тебе рассказал. Самые популярные кейсы, наверное, которых стоит еще рассказать. Все начиналось. Блин, кто бы знал, что можно монетизировать чекининг. Это же так тупо, на мой взгляд. Че их за чек... Это правда тупо. Но миллионы приложений, которые по сути просто чекинитесь, вам что-то дают взамен, а эти бесценные данные, бесценные, для вас бесценные, и для них бесценные, но с разным смыслом. Они улетают куда-то. Локальные продажи, локальная торговля, все, что связано с... Слава Богу, сейчас есть некие блокеры, которые уже избавятся от навязчивой рекламы, но вот этот способ проникновения, я не знаю, по какую сторону добрал мобильный разработчик, который сами ставит контент-блокер и пилят рекламу свои приложения, и не понимаю, какое раздвоение личности, либо то, либо другое, мне кажется, либо не блокируешь себя и смотри, ее тоже чувствую, что в этом чувствуют потребители. Многие себе ставят блокер, они понимают, какая дрянь, это ваша задневная рыба, и что там показывается. Но есть умелые способы, есть реально хорошие вещи, когда ты идешь по Москве, по Рабату, и там не одного Wi-Fi, ты бы с удовольствием получил Wi-Fi уведомление, не знаю, какое-нибудь уведомление, который каким-то образом взял твою локацию из другого, если последний телефон звонка и сказал бы, дружок, вон там Wi-Fi, иди, обнови свою почту, наверное, миллион сообщений, почему нет? Это, конечно, уже следующее поколение игр. В популярности Ingress, кто играл в Ingress, Ingress, никто не играл, за эти полуги, классно играл, Денис играл, почему Денис, ну, не блин, Денис играл, вам расскажут. Ну, представьте себе, что это не там, какая-нибудь игрушка, типа, там, змейка бегает по Google Maps, ууу, надави на змейку. Не вот эти игры. Игры, которые вас заставляют выйти в реальный мир и начать взаимодействовать. Вот Ingress, ужасная игра, она провоцирует людей объединяться, дружить, зачем-то, чтобы достигать совместных целей. Вообще, замечательный способ познакомиться с тем, кому за 30, я считаю, вот такие вот игры. Если вы думаете, это не должно быть ДК Баранова, например, с танцами, кому за 30, это должны быть вот такие классные игры. Через некоторое время наше поколение, даже еще чуть более старшее, оно уйдет туда, в ту зону, где наводить новые контакты сложно. Вот эти игры, они позволят эти контакты наводить. Люди будут готовы отдать огромные деньги, которые они сейчас оставляют на сайте ознакомства. Повторение мать учения все время на завтра пульс. И, конечно, самое важное, есть вещи, которые, на первый взгляд, не монетизируются. Люди, которые не сядут круглый день дома, не являются хикимори, они каждый день что-то делают в городе, а не выезжают. Но, предположим, в жизни обычного человека в городе, может быть, курьер, в городе человек, у которого просто много активных тусов и так далее. У него куча локальных дел. Не надо делать что-то первые Google-таски, какие-нибудь ноутсы и так далее. Сделайте так, чтобы записи каким-то образом фильтровались, показывались в нужный момент. Сделайте это чуть-чуть более интеллектуально. Вот я имею это, наверное, ко всем сервисам записок. Мне реально бесит все это количество, которые делают, и они почему-то почти не делают классных штук, привязанных к вашей локали. И, наверное, важная вещь про контент. Публикация, дистрибьюция контента. Вроде бы, вообще, написал статью или написал ролик, выложил, ну и там, что дальше думать. Там ли дистрибьюция в разных регионах очень разная. Что это за карта? Это гар, карта, как люди, видите, в Мексике и в США что-то ищут в гугле. При этом, вы знаете, локаль, где люди ищут в гугле что-то. Если они там это ищут, там им это надо, с большой вероятностью там им это надо, еще не все все покупают через интернет. Или, по крайней мере, еще они ищут на конкретном языке. Нужно всего лишь людям, я сейчас говорю уже не только мобильных приложений, нужно всего лишь людям дать возможность близко к их местоположению давать им то, что нужно. К сожалению, Google может пока это только агрегировать. Он может послать запрос на Amazon и сказать, какой тебе магазин тут рядом, давай пришли ему гейкоптер. Эти все задачки очень интересные, но вы тоже можете их принять. И, конечно, это нормальная журналистика. Сколько журналистов, столько мнений, сколько локалей, столько мнений, журналистские сообщества варятся в своих городах. Я был недавно в Екатеринбурге, мне хочется одну историю поведать. Там был замечательный круглый стол журналистов на Уральской интернет-неделе, и там сидит такой классный хипстерский редактор портала Е1. Ты не знаешь этот портал? Ого! А там была обратная ситуация. Там все, кроме двоих мячей, не знали, что это за портал. И он сидит в полной уверенности, что это король мира. А рядом сидят люди меньших журналов, каких-то, намного меньше. Но я один из них читал, потому что чувак делает атишные новости, например, Урал. И как бы он такой сидит, да тут выйдет любого студента спроси, он все знает про портал Е1. Ну я зашел, посмотрел портал, старый Рамблер, плохой, перепостит новости, перепостивать новости откуда-то. Тем не менее, самый важный в локале. Этот бизнес нифига не масштабирует на первый взгляд. То есть они же не начали никаких способов для масштабирования. Но я прекрасно знаю уже и омские примеры, можно привести в пример довольно известного у нас журналисты, медиадилеры, я бы сказал, Павла Коминова, который смог масштабировать свой бизнес связанный с Омсен Пресс в разные города. И при этом контент-то там разный. Платформа одна, контент разный. И при этом там есть люди, которые думают, исследуют регион и думают, какие новости показывают. Не нужно показывать в Екатеринбурге новости, что в Екатеринбурге все плохо и мячи молодцы. И наоборот. Нужно думать на эти вещи. Этим страдают многие федеральные порталы, которые оскорбляют всех сразу или пытаются всех не оскорбить. Это очень сложно. На самом деле, если посмотреть на хорошие новостные поделки, в том числе западные, они показывают действительно разный контент для разных регионов, редактируют тексты и так далее. Ваше приложение может стать проводником для федерального глупого СМИ, локализуя или фильтруя контент для вашего региона. Почему бы нет? А потом можно масштабировать с соседней. Если вы знаете, как правильно искать. Ну и в заключении. Главное не перестараться. Можете локализовывать все вплоть до вашего подъезда. Новости интересные только бабушкам с вашего этажа или еще что-то. Это здорово, но скорее всего потратите очень много сил. Нужно смириться с тем, что реальная приватность, да блин, как это нормально сказать. Короче, когда время закрыто, по-настоящему данных у вас прошло, и данные, то, что от вас, я не знаю, картинку нарисовать, пусть сидит такой цыпленок сходлопея, он еще не знает, что снаружи. Снаружи куча алчных людей, которые говорят, хочешь пожарить яйцо, это просто его разбить и так далее. Это вот все охотники за вашими геоданами. Они очень ценные, нужно ощущать. Когда вы где-то оставляете свой след, он тут же подхватывается всеми и используется очень много раз. Ну и конечно же, георитерные приложения делают, заставляют людей, на самом деле, вы можете, вы можете заставить людей, делать шаги в реальной жизни. То есть, вы можете запилить еще одну игруку, но если вы в эту игруху добавите немножко реального мира, скорее всего, люди будут играть менее 5 минут. Ну и вы из этого излечете какую-то бугоду. Ну короче, все, ваши вопросы. Конец. Почему ты, если он не делает штандар, который все это делает? А мне лень. Мне нравится, что мне нравится. что свои идеи с меня потребуют против. Нет, нет, пожалуйста. Это не только мои идеи, то есть, я опираюсь на идеи, на самом деле, на многих людей. Некоторые примеры я нашел в довольно популярных кейсах. Другой вопрос, что, я сижу, моя жизнь конечна, блин, эти классные штуки так и не появляются. И либо ты идешь и ее делаешь, но этих классных штук так вокруг, даже в нашем городе, так много не хватает, что ты их все не сделаешь. Поэтому остается одно, убедить, как можно больше людей сделать за тебя эту работу. Чем я занимаюсь. Может быть, может быть, может быть. Я думаю, мы пройдем какой-нибудь хакатон под угол глаз. Нет ничего более локального, чем под угол глаз. Когда идем в бутусе. Сони очки и так далее. Там мы уже должны, комс должен встретить во все оружие. Короче, все эти вещи. Ну, давайте, если нет поделок, вопрос. Тебе гектарина будет? А? Викторина будет. Викторина? Вопрос. Зал. Бой? А, надо... Блин, я что-то не знал. Надо уже ростки-то в зал. Да, сдавать. Давай, сэкономизируйте. Сейчас. Ну, конечно, не знаю. Ну, да, я... Оно может по контенту, наверное, да? Сейчас проверим, кто не слушал. Какой геокотинг не поддерживается, а в битмапс? Ну, кто первый, когда не другой ответит? Прямой я. Кто говорит, с места того не слушаем, вот первый. Что? Обратный. Обратный. Неправильный ответ. Я вижу диплом. Неправильный ответ. Правильно? Оба поддерживаются. А может, забывая перчатка на сайте пропущенного отбора на пубоке в слое лекции? Ой, может быть. Это почти первая презентация на английском. А что ты тут примуешь на сэклограмму? Ага. Ну, короче, смотри. Это ты мне сейчас вопрос. А я выиграю футболочку, если я отвечу. В одной ситуации вы по координатам ищите адрес, в другой ситуации по адресу. По координатам ищите адрес, в другой ситуации по адресу ищите координатам. Прямой, а это когда геокодинг, это значит, что по геоместу ищите координатам. Геокодинг. Можно так запомнить. Прямой с адреса в координатам. Гео в коде. В координатам. Ко-ди-да. Ко-ди-да. Еще вопрос надо? Или баллы какие-то мы за это выдавим? Сейчас давайте на какой-нибудь вопрос о доложном. Он будет технический. А может, просто кто-то знает, какие есть лимиты на самом деле в гугл-картах? Для мобильников. Тут, наверное, нужно упираться. 25 тысяч запросов и... На что? На дело кодинг. Подожди, подожди. Это у меня в докладе было, это было про другие карты. Подожди. Ах... Три тысячи... А, по-моему, нет, нет, нет. Три тысячи. Ах... Нет, нет, нет. Слился, слился. Если вдруг кто-то знает, там на самом деле просто разные вещи немножко похожи. Короче, всем советую. Залезьте в девелкер-консоль, там справа написаны все лимиты. Они вам сразу скажут. Да если вы их превысите, тут же пришли в счет. Не переживайте. Поэтому мне кажется, больше яберется. Да. Да, может быть, ну...